Сегодня мы с вами поговорим немножко про Ктувим. И на этом уроке я начну с самой известной части Ктувим, а именно Сефер Тегелим, книга псалмов. Наиболее влиятельная для нас книга в каком-то смысле. То есть мы все время стихи из нее цитируем, цитируем целые псалмы, мы читаем просто псалмы, некоторые люди каждый день читают по нескольку псалмов, чтобы закончить всю книгу псалмов за, например, месяц или за неделю, или еще за какой-то срок. Начинать с первого Эллула тоже перед днями раскаяния принято читать все псалмы за какой-то срок. В общем, эта книга наиболее повлиявшая и на нашу литургию, и, кстати, в Роша Шана, когда выбираются особые стихи, в молитве Мусаф из Торы Навиим и Ктувим, Торы пророков о Писании. То есть Писание всегда выбирается только из псалмов. Все вот эти стихи, по три стиха на каждое среднее благословение, там все они из псалмов. И, конечно, псалмы, они повлияли вообще на весь мир. Дни евреи тоже читают псалмы Али-Хавдилла. И, кстати, напоминает одну историю, рассказывает Рафберл Уайн, что после шестидневной войны был большой интерес среди неевреев, американских тоже. И какая-то школа католическая для женщин, которая находилась рядом с его синагогой во Флориде, эта монашка пришла и попросила, чтобы им дали почитать псалмы в синагоге. Он говорит, ну, пожалуйста, приходите, читайте, что жалко, что ли. Только покажите, что вы там читаете. Она показывает. Оказывается, там в конце каждого псалма написана идея Троицы. Он ей говорит, что все можете читать, кроме этого отрывка. А вот там он напечатан прямо как часть псалма, никак не отличается никаким-то курсивом или другими буквами, как будто это часть псалма. Она говорит, а почему? Это же Давид сказал. Он говорит, да нет, это не часть псалма. Показал ей другой перевод, где этого всего нет. Вот. Она говорит, а вот теперь я понимаю, говорит, почему евреи. Я думаю, почему евреи такие упорные и не верят в Троицу? Это же сам царь Давид так говорил. Мне кажется, это не часть псалма. Вот так вот. Так что нужно быть осторожным, хотя не евреи тоже считают псалмы. Оказывается, есть издание. Сегодня, наверное, вряд ли такое бы прошло. Но вот лет пятьдесят назад или немножко, да, 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 уже больше пятидесяти лет прошло с шестидневной войны. Вот. В тот период времени, оказывается, были, во всяком случае, не еврейские издания псалмов, где они еще и свои там концепции, свои религии добавляли прямо в псалты. Ну, как бы там ни было, псалмы – это, конечно, что-то, что наиболее для нас влиятельно, как мы будем изучать, например, на следующем уроке про Мишлей, в отличие от псалмов, книга, например, «Притч», пословие, да, там очень редко мы что-либо цитируем из нее, только отдельные люди ее изучают, к сожалению. А вот псалмы, они очень популярны, и я часто вижу особенности пожилых людей, и многие женщины тоже, которые просто сидят и читают подряд псалмы. Есть свободное время, да, если человек может почитать просто псалмы, да, митцва. Многие в Роша Шана, например, говорят, что Бритцовский раввин читал именно псалмы в Роша Шана, и его спросили, а почему ты не занимаешься лучше Торой глубоко, да, талмудом? Он говорит, что талмуд, когда я изучаю, мне иногда там нужно книгу новую найти, что-то посмотреть, и я не хочу тратить время в Роша Шана на что-либо, кроме святого. А псалмы я просто могу читать подряды, соответственно, митцва. Есть такое в Талмуде, что царь Давид молился, чтобы его псалмы настолько были засчитаны Всевышним, что любой, кто читает псалмы, как будто изучает сложнейшие части Талмуда, как будто изучает сложнейшие части Торы. Начнем с того, сколько этих псалмов. У нас в псалтыре напечатано 150 псалмов. Тем не менее, Хазар говорит, что в псалмов всего 147. Так в Иерусалевском Талмуде и в Медрашах приводится. Как такое может быть? Единственный ответ – это, что какие-то из псалмов, которые у нас напечатаны как два, на самом деле были одним. И более того, мы это даже знаем, какие именно кандидаты. Есть несколько пар псалмов, которые кандидаты, что они на самом деле один псалом. Первая такая пара – это как раз первый и второй псалом. Интересно, да? Ведь когда псалм ни с чего не начинается, большинство псалмов имеют заголовок. Псалом такого-то автора и на такую-то тему. А если псалм не начинается на заголовок, уже может быть кандидатом, что это часть предыдущего псалма. Во всяком случае, первый и второй, они фактически все читаются как один псалом. Начинается на Ашрей и кончается на Ашрей. Счастливый Ашрей – это одно из начал псалмов. И Талмуда потом говорит, что это все один псалом в каком-то смысле. Так вот, другие кандидаты – это девятый и десятый, например. Сорок второй и сорок третий похожи очень по теме. Опять же, сорок третий не начинается с нового заголовка. И еще есть разные кандидаты. Во всяком случае, каким-то образом, да, когда-то считалось, что всего псалм 147. Почему их разделили – это другой вопрос. И кто тогда разделил, интересно. А еще интересный вопрос – это кто же написал эти псалмы? Ну, часть из них написал Давид, без сомнения. Вопрос – кто еще писал псалмы? Талмуд нам говорит, что есть 10 разных авторов у псалмов. То есть, псалтырь – это не все псалмы, псалмы Давид. Но, во всяком случае, авторы, которые упоминаются в Талмуде, они все жили не позже Давида. То есть, получается, согласно Талмуду, Давид собрал все псалмы вместе, включая тех авторов, которые писали их до него. Но вот, например, Мидрошраба в другом источнике тоже от Хазаль. Один из авторов псалмов приводится как Эзра, то есть, человек, который жил намного позже Давида, да, 500 лет после Давида, ну, примерно. Получается, что, во всяком случае, у псалмов есть авторы очень поздние. Откуда такое мнение? На самом деле, многие комментаторы согласны с этим, согласны простому смыслу. И Малбим к этому склоняется, что псалмы продолжались писаться и после Давида. Есть псалмы, которые явно описывают уже произошедшие события Бавилонского изгнания. Опять же, мы верим, что пророк может знать будущее, он мог предсказать. То есть, Давид теоретически мог увидеть, что произойдет когда-то. Но вряд ли он бы это писал в прошедшем времени. Понимаете? Пророк, он обычно, когда говорит о чем-то в будущем, он и говорит об этом в будущем. И будет так-то. Мы уже об этом говорили, когда обсуждали вторую часть книги Ишияху. Вношение тех псалмов, которые написаны «Аль-Нагород Бавель Шамья Шамну Гамбахину» на урек бавилонских мы сидели и плакали. Очень странно, чтобы Давид 500 лет до этого писал это в прошедшем времени. Такое можно поверить, но это очень натянуто. Поэтому даже уже Хазаль предлагает, во всяком случае, как один из вариантов, что какие-то из псалмов написаны после периода нашего изгнания или во время периода нашего изгнания в Бавелонию. И согласно этому, соответственно, далеко не все псалмы закончили писать уже во время Давида. Это была продолжающаяся работа. Не исчез руха-кодыш, как пишет Малбим в нашей нации. Продолжали великие люди писать псалмы. Теперь псалмы, они все совсем разные, на самом деле. И порядок их не хронологический. Их обычно делят на пять книг, как хумаж, как пятикнижья. И действительно видно, что в каждой, так называемой, отдельной книге псалмов обычно последний псалом заканчивается каким-то стихом, который фактически, похоже, заключает как-то всю книгу. Например, «Баруха шам льолам, амен ве амен». «Восславия Всевышний, навеки амен и амен». Такого типа стиха обычно в конце каждой книги, чтобы разделить эти книги. И бывают псалмы, которые похожи очень, почти идентичны в разных местах. Или часть псалма почти одинаковая. То есть, видимо, было много разных версий. И так же мы находим в отношении книги псалмов по сравнению с другими книгами тоже. Например, есть песня Давида, которую он пел, как говорится, «Когда его Всевышний спас от всех его врагов». И это и 18-й псалм, и конец книги Шмуэля. Там небольшие есть различия, но почти идентичны. Также вот, например, большой отрывок 105-го псалма, примерно половина его первая, почти совпадает с тем, что написано в книге Деври Аямима, которую мы будем позже говорить в последней книге Танаха. Во всяком случае, псалмы, видимо, как я сказал, во-первых, иногда Давид, может быть, их менял, или не только Давид со временем, да, и какие-то были небольшие изменения сделаны, и поэтому две версии сохранилось. То есть, псалмы, что такое вообще псалмы? Это молитвы Всевышнему фактически. Иногда это восхваления, какие-то гимны. Да, есть, например, 45-й псалом, где похоже, что сделан он в честь женитьбы, может быть, царской женитьбы, да, может быть, его пели, когда какой-нибудь царь очередной поженился, да, и выбрал себе обычную дочку царя, и вот, чтобы восхвалить короля и королеву, читали этот псалм торжественный. Множество псалмов читали во время приношений в храме, да, у нас даже сохранились какие-то, какая-то информация насчет того, какие дни, какие псалмы читались. Вот, например, мы в конце каждой молитвы читаем один псалом, это псалом, который читали левиты при приношении в храме. Но у нас не сохранилась точной информации, какие псалмы, например, читали в Песах. Но в Песах читали во время дополнительного приношения Мусофа, читали какие-то другие псалмы. У Гра, у Вильниска Глогона есть предположение на этот счет, и он советует читать определенные псалмы в конце молитвы, именно в дни Песаха, и также Швота, и других праздников. Вот, и про Суккот-таки в Талмуде сохранилась информация, какие псалмы они читали. Вот, поэтому псалмы, в принципе, это молитвы, но иногда это торжественные такие восхваления, а иногда это именно мольбы. Большая часть псалмов их выбирают часто, когда у человека хасвиша, он кто-то болен, или он сам болен, или если он в опасности по какой-то другой причине. Давид же часто был в опасности. Иногда в заголовке псалма упомянуто, что за опасность была. Например, в пещере прячется «Би айота, бимарат и фила». Когда он был в пещере, вот это его молитва. Один из псалмов так начинается. Но часто в заголовке непонятно действительно, при какой ситуации было сказано. Например, когда Давид убегал от своего сына, один из псалмов начинается, когда в шалом сбунтовался. Мы все это, кстати, видим, как там он подчеркивает, что псалмы не в хронологическом порядке. Один из первых псалмов упоминает время, когда Давид убегал от своего сына, а это было уже достаточно далеко в его жизни. Далеко не первый псалм, далеко не один из первых псалмов, которые он написал. Во всяком случае, каким-то образом до нас дошли в таком форме пять книг-псалмов разных людей, написанных в разные времена, на разные темы, большая часть которых используется просто как молитвы и мольбы. Венешхай предлагает очень интересную вещь, когда он обсуждает «Мизмор Ширхану Катабайт Ледовид». Это тридцатый псалом, сегодня почти все его произносят по утрам во время утренней молитвы Яшкеназима Сефардим, но Гра был против этого. Вильмский Гаон считал, что его не следует произносить каждый день. И, между прочим, пришел он в нашу литургию довольно поздно. Это не то, что старый Нусах с времен, допустим, хотя бы Решоним, тысячу лет назад. Нет. Это Аризаль посоветовал говорить этот псалом, играющий так, что к нашему Ашкеназскому Нусах он не относится. Так или иначе, начало его очень странное. Говорится, «Мизмор Ширхану Катабайт Ледовид», что это псалм, освящение храма. Но вроде там ничего про храм не написано, наоборот, вроде это морьба какая-то, может, человек, который выздоровел после болезни, или, в всяком случае, не очень ясно, какое это отношение имеет к Хану Катабайт. Но есть разные комментаторы, которые пытаются это объяснить. Но Бен Ишхай в одной из своих чувот, в одной из своих ответов предполагает, что это как раз добавлено было позже, то есть заголовок, по его мнению, добавили позже, что был какой-то псалом, а потом к нему добавили заголовок. И тогда это стало относиться, между прочим, и к событиям Хануки. Получается, «Градсан Бен Ишхайу» можно относиться еще так к заголовкам, во всяком случае, некоторым, что, может быть, был псалом, и потом был добавлен заголовок. Но в всяком случае, детальное изучение псалмов и кропотливая работа над тем, чтобы понять, что там сказано, там язык часто, ведь поэтический язык вообще тяжелее переводить. В Торе тоже. Сравните, например, перевод Торы, когда говорится, когда Тора описывает какие-то просто события или какие-то инструкции, да, дает нам заповеди. И когда Тора пишет что-то в стихах, например, песня «Хаазину» или песня «Шир Шильям», которую мы по утрам произносим в утренней молитве, песню, которую пели евреи после того, как перешли море. Что сложнее понять? Любой, кто изучал нашу Тору, сразу скажет, конечно, песни в сто раз сложнее понять, что там имеется в виду, там подсказки, там очень сложный язык. Вообще поэтический язык сложнее. Так псалмы, они все как бы написаны этим стилем, языком именно, похожим на язык, скажем, «Шир Шильям» или «Хаазину». Поэтому там очень много чего непонятного. Это очень тяжелая работа. Действительно, комментаторы с давних пор пытаются понять. Часто, например, «Раши» и «Псалмы» гораздо больше, чем в других местах, приводят сразу много мнений. Говорят, вот так-то объяснил, такой-то мудрец. Другие мнения приводят каких-то комментаторов, которые пытаются объяснить вообще о чем Псалом, в какой ситуации сказано этот Псалом, про какую даже историю этот Псалом. Это вообще Псалом на будущее, про времена Машиаха, или это описывает события какие-то, которые уже произошли. И очень много там непонятного в этих Псаломах, и очень много есть разных интерпретаций. Часто. И иногда даже понять слова какие-то в отдельности. Вот, например, бывают слова, которые можно понимать как одно слово, а можно как два. Да, «Альмут», например. Есть такой псалом. «Хуин агейну альмут». Это одно слово, как «молодыми», от этого слова происходит, или «альмут», как бы «на смерть», до смерти. Очень много есть, как я сказал, неуверенностей, потому что Псалмы написаны таким языком, очень сложным. И до сих пор часто ведется работа, до недавнего времени, в этом случае, такие мудрецы, как Малбим, Рабишимшилифайя Хэш, и другие пытаются предлагать новых идушин в отношении понимания Псалмов. И это работа, которая, видимо, никогда не закончится. То есть Псалмах очень много подсказано, и очень много неясного, и любой человек, который хорошо знает грамматику иврита, сейчас вообще ученые открыли, например, старые языки, которые похожи, например, угарский, и это тоже помогает иногда понять в том числе грамматические выражения, которые были просто забыты, некоторые виды грамматических выражений. Понимаете, ведь Хазаль мало занимались грамматикой. Во время решений грамматика была очень популярна, и Раши цитирует целый ряд великих грамматиков, когда он в том числе комментирует Псалмы. Какие-то Минахэм, Дунаш, еще какие-то великие грамматики средних веков. А, соответственно, сегодня, как я сказал, у нас есть больше знаний в отношении параллельных языков, похожих языков, которые проливают свет на некоторые грамматические формы, которые были забыты, которые просто не могли знать в средние века, но сегодня это иногда тоже помогает в понимании каких-то деталей слов Псалмов. Редко, конечно, в основном, мало что можно добавить в наше время, но иногда и сегодня открываются какие-то новые хидуши, новые открытия в отношении понимания простого смысла Псалмов. Кроме того, конечно, Псалмы, как и другие части, она трактуется на разных уровнях, на уровне подсказок, на уровне секретов Торы, Кабалы и так далее. Но я сейчас говорю, даже чтобы понять простой смысл Псалма, мы все читаем Псалмы в каких-то ситуациях, но понимаем в них не всегда и не все. Но, тем не менее, читаем, потому что святой текст, и, как я сказал, просто даже чтение Псалмов это большая митва. И поэтому они так сильно повлияли на нашу молитву. Между прочим, не всегда, когда влияние Псалмов на молитву так уж очевидно и прямое. То есть, иногда мы просто читаем отрывок из Псалмов, либо целый Псалом, либо какой-то отдельный стих, но иногда мы читаем просто благословение или молитву, которая построена на идее из Псалма. Например, «Хашем зокев кфуфим» в выражении Псалма, а у нас есть броха по утрам, Всевышний распрямляет собменно, «зокев кфуфим» и так далее. Таких много есть благословений, которые основаны на Псалме. Только зная хорошо все наши Псалмы, можно почувствовать и действительно, знаете, вот говорят, что когда человек долго говорит на каком-то языке, он начинает уже думать на этом языке, становится частью его, он уже по-другому рассуждает. Такой человек, который очень хорошо и долго изучал Тору, и он уже понимает, в особенности книгу Псалмов, что, во всяком случае, ему легко произносить эти стихи, они все для него знакомы, то у него и молитва будет другой, потому что во многих молитвах он будет чувствовать и понимать сам язык молитвы, чтобы все станут частью его. И, если вам нравится это видео, пожалуйста, имейте лайк. Следующий урок я хочу посвятить двум книгам, вкратце, книги Мишлей и книги Иова. Почему именно эти книги следующими? Потому что Псалмы Мишлей и книга Иова, у них есть особый еще Таамим. Знаете, что все 21 книга Танаха, кроме этих трех, вся остальная Библия, у них одна и та же система Таамима. Это не значит, что их одинаково читают. Таамимы вообще-то разные в разных книгах. В смысле, чтение Таамим. Например, веселая книга Эстер читается веселым тоном. Ва-и-и-би-ме-я-ха-швиро-ш. С другой стороны, грустная книга Эйха читается грустным тоном. Эйха-я-шва-ба-да-да. Но система Таамим, да, какие из этих нот считаются серединные предложения, какие там повсомогательные и так далее, да, где как бы стоит запятая, где точка запятой, это все одинаково во всех книгах Танаха, кроме трех. Их называют Тааме-эмет, первые буквы, Эмет, Алэф-мэм-таф, это Иов-ми-шлей-тэхелим. Вот эти три книги, у них особый еще Таамим. Видимо, их так пели когда-то, как балладу определенную, что у них даже система Таамим другая. Например, середина предложения в псалмах не так же используется, не такой же Таам. в обычных всех книгах середина предложения это Этнахта, определенная нота, которая показывает, что здесь середина предложения любого. Почти все стихи имеют середину предложения, а у Тихелим там другие совсем ноты для середины и вообще все по-другому. Поэтому эти три книги как бы в одну образуют одно целое, хотя написаны разными людьми в разные времена совсем, но тем не менее часто их помещают в каком-то смысле во что-то одно. Тихелим Мишлей Иов. Поэтому я на следующем уроке хочу именно Мишлей Иов пройти. И пожалуйста подписывайтесь на наш канал.